Галина Швецова и Татьяна Мамедова уже 8 лет занимаются ремонтом подъездов. Сколько за это время оштукатурено и покрашено стен, сосчитать трудно. Как у каждого настоящего мастера, у них есть свои профессиональные секреты. Но самым любимым женщины считают финальный этап своей работы. Заходишь в помещение с обшарпанными стенами, покосившимися сломанными перилами, но уже через несколько дней подъезд заметно преображается. Общежитие делали 53-3, 53-1 уже сделали 4 подъезда. Ну вот сейчас туда перешли. 53. Вообще в среднем сколько уходит на ремонт одного подъезда? В среднем, ну вот считайте, дня 4, ну 5, вместе с покраской, шпаклевкой, штукатуркой, побелкой. С начала ремонтного сезона штукатуры предприятия Комсервис ЛК уже отремонтировали 16 подъездов. В планах ремонт еще 26 лестничных маршей. Примерно такое же количество подъездов в течение лета отремонтируют и специалисты предприятий Акватех. Порядка 28 подъездов мы запланировали в этом году отремонтировать. А как отбирали подъезды? Ну, по состоянию подъездов и тех, у которых подходит срок ремонта подъездов раз в 5 лет. Затирка предварительная, побелка, покраска, восстановление перил и металлических ограждений в подъезде восстанавливается. На сегодняшний день в Ленинске-Кузнецком насчитывается 2221 подъезд. Ремонтировать их по правилам жилищного кодекса необходимо раз в 5 лет, в зависимости от состояния. Деньги на ремонт отчисляются из квартплаты по статье «Текущий ремонт». Запланировано вообще за весь год сделать подъезды 335 штук на 124 домах. На сегодняшний момент уже 87 подъездов сделано, 38 в работе. А в среднем стоимость одного подъезда сколько обходится? В зависимости, если до 27 тысяч, но в зависимости от стены дома. Полностью закончить работу по ремонту подъездов в Ленинске-Кузнецке коммунальщики планируют к октябрю.